приветствую вас дорогие любители творчества добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта комфорта хорошего настроения с вами елена ситникова и торговая площадка т-декор в сегодняшнем ролике я покажу и расскажу как я сделала вот такую красивую коробку вернее еще не сделала это начало ролика есть кое-какие размышления и конечно же я с вами поделюсь ну а вначале немножко благодарности торговой площадке т-декор которая является спонсором этого проекта во первых это самая дешевая трикотажная пряжа зайдите если не верите и проверьте 320 рублей по моему стоит 500 грамм пряжи в 5500 граммовых моточках продается эта пряжа выбор просто шикарный эту пряжу я заказывала давно но а видимо нужно было ей немножко вылежаться я связала из нее корзинку потом покажу вам и в пару к этой корзинке связала вот такой вернее связала сделала вот такой короб большущий но это еще не все все знают мою любовь к трансформером и этот короб будет трансформером то есть сначала первое назначение этой коробке это конечно же хранение здесь можно хранить пряжу вот эти прозрачные стекла или донышки из орг стекла которые я заказывала в т-декор дают нам вот такой комфорт можно видеть сразу что уже лежит в нашей коробочке волшебной даже не открывая крышку на мой взгляд это очень очень удобно но а почему трансформер сейчас расскажу вот это донышко посмотрите какой символ дерево изобилия можно здесь еще украсить можно добавить каких-нибудь аксессуаров тех же самых монеток кстати они у меня есть и на самом деле сделать дерево изобилия это кому как нравится ну по мне и так хорошо будет перебор потому что эта крышка к этой коробке я ее еще не довязала сейчас расскажу почему хочу вам показать одну хитрость с легкостью превращается в поднос здесь будут довязываться бортики вот вы видите одну сторону я уже сделала еще несколько ну так скажем рядочков разным цветом пряжи дальше пойдет по моему у меня розовый потом опять вот антрацитовый и у меня получится а вот такой интересный поднос или это может быть использоваться и как поднос и как ну допустим вазон для каких-то сладостей если у вас гости и их много то можно насыпать всяких печенюшек конфеток пирожен ну и так далее кто любит печь можно сюда выпечку положить это кому как нравится и потом использовать это как крышку для нашего короба но у меня возникла несколько другая идея вернее не то что другая а как дополнение вот к этой крышке к этому подносу здесь у нас дырки и это конечно же неудобно если использовать это как крышку к нашему коробу сюда будет попадать пыль чего бы нам не хотелось если это использовать как поднос то тоже как бы не очень удобно здесь все хлипкая естественно здесь все выпиливалась и это нужно как-то укреплять так вот мои хорошие я нашла в интернет магазине называется гибкая скатерть в ролике я это вставлю сейчас мой любимый занимается поиском ну чтобы далеко не ехать и приобрести эту гибкую скатерть где-то поближе к дому фото постараюсь встроить ну а когда он купит я конечно же вырежу сюда пластик приклею его и это будет служить и как поднос и как крышка коробу и уже будет закрыта здесь все пластиком будет все хорошо видно дерево нам это будет прозрачной и все красиво и с одной и с другой стороны и еще это гибкая скатерть она хороша для ажурных скатерти которые мы вяжем допустим крючком у меня мне сразу захотелось связать ажурную скатерть для кухни этот гибкий пластик кладется сверху этой ажурной скатерти у вас все просвечивается и вы не боитесь запачкать скатерть и не нужно ее как бы часто стирать то есть у вас праздник дома постоянно накрыли стол красивой скатертью ручной работы сверху положили эту гибкую скатерть но по сути это пластик который может протираться тряпочкой и без проблем скатерть будет оставаться чистой вот я хочу 2 2 таких скатерти купить одну использовать вот для таких каких-то поделок для у меня кстати сумка именно из такого пластика сделано сейчас я вам ее покажу напомню вот она моя красавица а пластик я использовала вот такой естественно то что я хочу приобрести это будет без вот этих ребристых полосок это будет немножко эластичнее ну а вот то что я использовала это было подложка под духовой шкаф я не знаю зачем это нужно в общем я никакую подложку не делал у меня этот пластик остался и я потом благополучно использовала его для сумки которая просто классно держит форму в общем там вот этот пластик так что мои хорошие еще все впереди я надеюсь этот пластик скоро у меня будет дома и я вам все конечно же покажу а в сегодняшнем вот сейчас я хочу вам открыть один секретик который я буквально пять минут назад обнаружила как красиво вязать из трикотажной пряжи без дырочек вот я сейчас начала вязать второй бортик и вы видите как красиво смотрятся вот эти вот столбики то есть практически нет дырочки и вот теперь для сравнения посмотрите как это смотрится вот здесь но здесь явные вот дырки это я делала обвязку сверху и здесь столбики смотрятся совсем по-другому а вся хитрость заключается как мы захватываем ниточку и вот этой информации я сейчас с вами поделюсь ну а теперь давайте пока пока я не убрала коробку со стола чтобы вам показывать как я вижу эти столбики я расскажу немножко как я делала эту коробку значит ну сначала обвязала вот это вот тамбурный шов это не столбики без накида по дырочкам да вот а бортики просто связала попадая в один в одну дырочку и во вторую дырочку и столбиками без накида вот так вот все бортики соединила внизу коробка никак не соединяется кроме как в четырех местах ну то есть по углам вот здесь в четырех углах вот если посмотреть здесь то здесь никаких соединений нет просто обвязано тамбурным швом донышко еще дополнительно обвязана столбиками без накида по краю и все здесь никаких соединений нет если вот вы можете посмотреть там просто прорезь с одной и с другой стороны но я посчитала что это лишнее и так будет хорошо все держаться она достаточно плотная то есть все вот так вот хорошо смотрится я сейчас выложу пряжу покажу вам мысли если вы вдруг не найдете кто захочет что-то подобное сделать если вдруг вы не найдете эту гибкую скатерть в вашем городе может быть я подозреваю что не у всех это есть вот такую штуку я покупала фикс прайсе я даже не знаю для чего она по моему для автомобиля кладется в ноги чтобы впитывать влагу да я же ее из буду использовать если не найду пластик и вам как бы могу рекомендовать просто в нашем в нашей коробке трансформере вот он наш бортик я вырезала по размеру это потом можно посадить на двусторонний скотч а можно просто приклеить к этому деревянному донышку и что у нас получается наша наш поднос или крышка будет выглядеть с одной стороны вот так а с другой стороны будет выглядеть вот так здесь все закрыто пыль не попадает и наша как бы крышка будет служить полноценной крышкой без попадания пыли на нашу драгоценную пряжу ну а сейчас буду ждать результат алешек скорее всего сейчас поедет за этой гибкой скатертью и дальше продолжим как бы свое повествование и уже конечно покажу что получится но сейчас покажу вам вот эту хитрость с этими столбиками как же их провязывать чтобы получилось вот так плотненько и без дырочек и так как же нужно захватывать нить чтобы получился плотный столбик но во первых я сейчас покажу вам что я иду сейчас вниз значит мне нужно ухватиться за вот эту вот эту часть столбика вот они вот эти вот пупырышки так их назовем смотрите внимательно захват нити первый раз мы делаем снизу вытаскивая нить в этот за эту часть столбика вытащили а теперь захватываем нить сверху чтобы провязать столбик до конца сейчас не очень удобно большая крышка и камера у меня низко чтобы вам показать вот провязали опять еще разочек смотрите сначала захват нити идет снизу не сверху а снизу вот вот так вытаскиваем ниточку до нужной длины вот так вот ее ровняем а теперь идет захват не не снизу а сверху и довязываем столбик до конца вытащили и еще раз вытащили вот если мы будем делать сейчас я вам просто покажу разницу то есть захват нити снизу и теперь опять снизу то наш столбик перекручивается и получается короче там дырка это вот как бы мои наблюдения теперь делаем захват нити сверху дабы не перекручивать наш столбик думаю что это понятно никогда не думала что в вязание крючком уже давно вижу крючком имеет значение так за камера сделаю девочки очень очень неудобно вертеть и показывать имеет значение как мы захватываем столбик вот видите как они плотненько лежат без дырочек и так друзья вот что у меня уже получается вот такие выросли бортики в нашей крышке или в подносе кто как будет использовать но я включилась чтобы показать вам одну хитрость посмотрите как красиво выглядит бортик вот здесь безо всяких дырочек и как он выглядит вот здесь и чтобы вот это все закрыть я решила пройтись тамбурным швом почему появились эти дырочки я объясню потому что вот эта пряжа антрацит намного тоньше чем белая либо розовая поэтому образовались вот такие дырочки поменять крючок я не хочу потому что стянется тогда вот здесь край нашей крышки и она ну так скажем не будет закрываться так как мне хотелось бы поэтому я решила пройтись вот по этим дырочкам тамбурным швом и стала выглядеть вот вы можете видеть разницу как выглядит вот здесь бортик и как эти бортики выглядят здесь сейчас я покажу как я это делаю и заодно еще раз расскажу что такое тамбурный шов или его еще называют слепые петли или соединительные петли все очень очень просто вошли в дырочку захватили нить вытащили через петлю зашли в дырочку вытащили протащили во первых жесткость бортику этот шов нам придаст но и закроет наши эти дырки и будет очень красивая аккуратная крышка в общем я сейчас немножко поговорю с вами заодно вы еще посмотрите вот-вот должен приехать лёшик с гибкой скатертью очень хочется мне посмотреть что это такое нашли мы здесь ну как недалеко на автозаводской метро автозаводская интернет-магазин и лёшик решил забрать самостоятельно выбрали скатерть эту значит 80 на метр сорок померили у нас стол на кухне 80 на 80 вот как раз я решила что бью одним ударом сразу двух зайцев то есть у меня будет гибкая скатерть или скатерть самобранка которая будет как бы поверх красивой ажурной скатерти укладываться на столе у меня уже загорелись соскучилась я по крючку и мне так захотелось связать ажурную скатерть я почему как бы все время были мысли но мне этот так кажется непрактично но то есть постоянно вот стирать скатерть на столе кушаешь то все не очень удобно вот с этой гибкой скатертью которая пластиковая думаю что мое мнение изменится и я все-таки свяжу ажурную скатерть крючком и в планах у меня это есть ну вот таким образом идем мы тамбурным швом и посмотрите как сразу меняется наш бортик видите как сразу жестко все и аккуратно так что вот делюсь с вами друзья вот она это гибкая скатерть а значит выбрали мы 80 на 140 размер вот он 140 на 80 эластичная долговечная легко мыть ну и здесь сейчас где-то была картинка как это выглядит и для чего так что картинку вставлять не буду в принципе я покажу со временем когда сниму свяжу скатерть и положу сверху вот эту скатерть ну вот вы все видите как это выглядит нужно поставить сверху столовые приборы вот на письменный стол даже можно положить штука хорошая стоит она вот этот размер тысяча пятьдесят рублей ну мне не жалко как бы денег потому что теперь захотелось мне связать ажурную скатерть сейчас давайте прочитаем гибкое стекло универсальная скатерть пленка для стеклянных глянцевых и лакированных столов защита от царапин грязи ну и вот какие размеры бывают вот вы видите я выбрала 140 на 80 чтобы вырезать квадрат 80 на 80 там как раз у меня останется сколько 80 на 60 и я применю ее вот в крышке к нашей красивейшей коробке сейчас она немножко полежит этот рулон скажем с мороза но там не смогу за холода немножко погреется и вот этот интернет-магазин вот показывает они реклама куплено за честно заработанные деньги кто в москве кого заинтересовало вот пожалуйста здесь есть и телефон и адрес этого интернет-магазина ну а я немножко подожду когда все сделаю опять включусь к вам дорогие друзья посмотрите какая получилась красота опять получился трансформер думаю что вот такой поднос вот такой вазон можно использовать и под фрукты и под печенье всякие пироженки у меня получился что хочу сказать сразу хочу вам показать вот эту гибкую скатерть у меня пока нет ажурной скатерти поэтому я положила на стол опять же скатерть от т-декор т-декор я вас обожаю конечно же планирую связать теперь наверняка свяжу ажурную скатерть и вот этот вот эта гибкая скатерть как нельзя лучше пригодится поэтому берите себе на заметку что стоит она не так уж и дорого повторюсь 1050 рублей Леша за нее отдавал но она очень хороша если вот так вот ее использовать сверху ажурной скатерти то есть ваша скатерть всегда чистая опрятная без пятен и так далее но есть одно но я почему-то думала что она будет не такая мягкая не такая эластичная конечно же как гибкая скатерть она хороша но я думала что она будет жестче и я конечно вырезала остатки из этой скатерти чтобы вот сделать этот поднос но он не совсем сюда подходит я думаю что я еще продолжу сотрудничество с т-декор я на это надеюсь и я закажу такого же размера орг стекло и просто вложу вот в этот поддон и тогда все будет просто класс но пока я буду ждать этот орг стекло я вот вырезала эти остатки ну не остатки а так скажем ну да можно сказать остатки то что осталось от метр сорок нам нужен был квадрат восемьдесят на восемьдесят конечно я вырезала больше чтобы вот с напуском ну чтобы она хорошо лежала не топорщилась короче посадила здесь на двусторонний скотч вот так вот прилепив пришила здесь кружево посмотрите как это очень красиво смотрится и кружево почему-то нашлось у меня в арсенале в общем красота красивенная я очень люблю пить кофе по утрам и вот эта коробка может еще служить дополнительным столом я сейчас вам все это покажу и вы поймете то о чем я говорю вот такой прекрасный набор у меня получился еще эта коробка очень нравится моим котам кому интересно зайдите во вкладку в сюжеты и поймете то о чем я говорю я там два ролика уже в сюжетах загрузила как радуются этой коробки коты вот они вот они мои красавцы ну-ка покажите как вам нравится эта коробочка вот эта корзинка о которой я вам говорила теперь получилась коробка для хранения пряжи это то что я сделала вот такой такую вот подстилку можно связать ажурный квадрат и постелить вниз тоже будет край очень очень красиво сейчас покажу кусь вот так вот вот так вот мы умеем не так сегодня игрались я думаю в следующий раз как-нибудь смонтирую этот смешной ролик пуся залезет в эту коробочку она же стеклянная и начинаются игры кузьма не может понять почему он ее видит он не может ее достать вот они вот они гонки у нас пошли в общем мои хорошие я настолько довольна этим проектом посмотрите какая красота красивенная вот эту коробку можно использовать как стол если пить кофе в кровати можно же конечно и не использовать можно просто положить на покрывало и чашечку чая или кофе поставить по утрам не знаю я почему-то очень люблю пить кофе именно в кровати под легкую музыку в общем это такой релакс так начинается мое утро теперь что мы делаем переворачиваем этот наш поднос и у нас получается вот такая очень красивая и креативная коробка так что трансформеры это моя слабость вот такая красота я сейчас одной рукой не буду натягивать но поверьте что вот это можно одеть очень плотно то есть она натягивается вот так вот как коробка и вообще вот хранить даже как-то вот с торца можно то есть когда она закрывается можно вот так перевернуть и поставить ее даже в шкаф если там у вас пряжа или еще что-то в общем вот такой замечательный трансформер у меня получился от торговой площадки т.с. декор очень люблю этот интернет магазин в этом интернет магазине наверное можно найти все и товары для рукоделия и ивановский знаменитый текстиль и обувь да все что хотите тем более эта площадка постоянно развивается постоянно появляются новые и новые товары поэтому заходите не пожалеете и в скором будущем эта торговая площадка будет отправлять товары по всему миру потому что вы мне задавали вопрос а если доставка в казахстан а если доставка в беларусь пока доставка только по россии увы но я думаю что скоро все будет по-другому ну а на этом я буду заканчивать свое сегодняшнее видео я поделилась с вами вот таким креативным решением вот такой красивой коробкой трансформером я вас всех очень-очень люблю обнимаю и до скорых встреч с вами была елена ситникова и торговая площадка т.д.кор пока пока т.д.